Социального сервиса в домах социального проживания в постсоветских странах является то, что люди, которые там проживают, они сдают квартиру государству. В Финляндии эта система немножко решается по-иному, но это датируется государством. И особенностью является то, что само качество жизни достаточно высоко. И мы сейчас уже с вами касаемся того жизненного фрагмента, очень значимого, когда человек уже не может ухаживать за собой сам. Вот здесь вот указатель, на котором указаны все четыре корпуса дома сеньоров. Они все проживают в отдельных квартирах. Квартиры совершенно домашние, то есть здесь нет государственной казенщины, как в больнице. И особенностью является то, что, как в обычной квартире, вы можете принять гостей, могут прийти к вам друзья, здесь то же самое. Дома очень опрятные, аккуратные. Также особенностью является то, что очень много специальных приспособлений для облегчения ходьбы. Специальные тележки, санки. Это все очень хорошо развито. Вот здесь вот находится автодом. Автодом это является одним из распространенных видов активитетов, особенно в летнее время. Кемпинги расположены по территории всей Финляндии, Скандинавии, и пожилые люди путешествуют. Но поскольку сюда у нас в кадр попал место, где собирает мусор, тоже можно вот несколько слов сказать о порядке. То есть здесь в каждом контейнере находится в одном контейнере металл, в другом картонке, в третьем две отходы. Все должно быть зазернуто в пакеты, и все это соблюдается. Финляндия – страна порядка. Правило написано, и правило соблюдается. Никто не будет преодолевать лабиринт вперед его преграды. Возможно, поэтому и здесь такой порядок. Приезжайте к нам на стажировки, мы вместе подумаем, что же происходит, почему работают законы, и почему качество жизни так высоко. Продолжение следует...